Приветствую вас на своем канале Майтнитверк. Меня зовут Таня и в этом уроке мы продолжим вязать из крупной пряжи, из шерсти мериноса. В этом уроке мы свяжем шарф. На спице 20 миллиметров набираем 20 петель. Шарф у меня будет связан резинкой один на один. Так же, как и на шапочку, набираем петельки. Делаем петельку, подхватываем правой рукой рабочую нить и вытягиваем. Делаем скользящую петлю. Эту петельку одеваем на спицу, затягиваем. Сильно не затягиваем, петелька у нас должна быть свободна. И дальше продолжаем набирать петельки. Скользящая петля также считается у нас петлей. Это первая петля. Вторая петелька, третья петля, четвертая, пятая, шестая петля. Всего нам нужно набрать 20 петель. Седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот я набрала нужное мне количество петель. Теперь будем вязать круговыми рядами. Отмотаем сразу ныточки и начинаем вязать. Смотрим, чтобы все петельки у нас смотрели внутрь. Перемещаем петельки на левую спицу и начинаем вязать. Рабочая нить у нас идет из правой спицы. Провязываем лицевую петлю, вводим правую спицу за переднюю стеночку, набрасываем рабочую нить на правую спицу и вытягиваем. Это мы провязали лицевую петлю. Следующая петля у нас будет изнаночная. Перебрасываем рабочую нить перед левой спицей, вводим правую спицу в первую переднюю стеночку внутрь петельки. Смотрите, как я ввожу. Подхватываю переднюю стенку и провязываю изнаночную петлю, так как мы вяжем меньшими спицами. Затем будем чередовать. Лицевая петля, следующая петля у нас изнаночная. Провязываем изнаночную. Петельки придерживайте, чтобы они не слетали со спицы. Лицевая петля, перемещаем петельки на левую спицу и продолжим вязать резинку один на один. Мы провязали лицевую петлю, следующая у нас изнаночная. Петли не затягиваем. Лицевая петля, изнаночная. лицевая петля, изнаночная. Лицевая петля, изнаночная. Так вяжем до конца кругового ряда, до маркера. Перемещаем петельки на левую спицу и продолжаем вязать. Закончили мы на изнаночной петли, значит провязываем лицевую. Вводим правую спицу, набрасываем рабочую нить и провязываем петельку. Изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная петелька, лицевая и изнаночная. И мы довязали круговой ряд, провязали все 20 петель. Второй ряд и все последующие ряды мы будем вязать по рисунку, как смотрят петли. Перемещаем петельки на левую спицу и смотрим, какая петля на левой спице, так ее и провязываем. Мы видим, у нас идет косичка, это лицевая петля. Провязываем лицевую. Следующая петля у нас изнаночная. Набрасываем рабочую нить на левую спицу и провязываем изнаночную петлю. За заднюю стеночку вяжем, чтобы петелька была не скрещенная. Следующая петля, мы видим у нас косичка, это лицевая. Провязываем лицевую. Перемещаем петельки на спицу и продолжаем вязать. Изнаночную вяжем за заднюю стеночку, а лицевую провязываем за переднюю стеночку. Изнаночную вяжем за заднюю стенку. Перемещаем петельки по спице и вяжем по рисунку. Лицевую петлю вяжем за переднюю стенку. Лицевая у нас идет, изнаночная. Лицевая петля и изнаночная. Изнаночную вяжем за заднюю стенку. Итак, по рисунку будем вязать второй и все последующие ряды. Вяжем резинкой один на один до нужной нам высоты. Провязав до нужной нам длины, дальше будем закрывать петельки. Я провязала 9 рядов. По косичке можно посчитать ряды. Первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый ряд. А дальше будем закрывать петельки. Провязываем лицевую за переднюю стеночку и петельку с правой спицы перебрасываем через провязанную петлю. Следующая петля у нас на левой спице идет изнаночная. Вяжем ее лицевой за заднюю стеночку и петельку с правой спицы перебрасываем через провязанную петлю. петли сильно не затягиваем. Если у нас на левой спице лицевая петля, вяжем лицевой за переднюю стеночку и петельку с правой спицы перебрасываем через провязанную петлю. Если у нас на левой спице изнаночная петля, провязываем лицевую за заднюю стеночку и петельку с правой спицы перебрасываем через провязанную петлю лицевая за переднюю стеночку петельку перебрасываем через провязанную лицевая за заднюю стеночку петельку перебрасываем через провязанную петлю перемещаем петли петли не затягиваем, чтобы наш шарф тянулся. Перемещаем петли на левую спицу и продолжим дальше закрывать петельки. Вяжем лицевую за переднюю стеночку, петлю перебрасываем через провязанную, лицевая за заднюю стенку, перебрасываем петлю с правой спицы через провязанную. Лицевая петля, петлю перебрасываем. Лицевая петлю перебрасываем. И так закрывать петли будем до конца ряда. Лицевая петля, петлю перебрасываем. Перемещаем петли, оставшиеся петли на левую спицу и продолжим закрывать петельки. Вяжем лицевую петлю, петлю с правой спицы перебрасываем через провязанную. Лицевая петля, петлю перебрасываем. Лицевая, перебрасываем петельку с правой спицы. Лицевая петля, петлю перебрасываем. И осталось две последние петельки. Перебрасываем петлю, лицевая, перебрасываем петельку. Теперь нам нужно закрыть последнюю петлю. Отрезаем хвостик нитей, и будем закрывать последнюю петельку. Вводим палец внутрь косички, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. И протягиваем ее через петельку, которая у нас осталась. Мы будем делать, чтобы у нас не было отверстия. Затем сформируем косичку. Вводим обратно в эту же петельку рабочую нить. И здесь по косичке, по вязанию, внутрь петелек будем прятать все хвостики нитей. Выворачиваем наш шарф на изнаночную сторону и прячем хвостик нити внутри петелек. Спрятав хвостик нити, оставшийся хвостик обрезаем. Также прячем и хвостик с наборного края. Спрятав все хвостики нитей, наш шарф готов. Он у нас хорошо тянется, так как связан резинкой один на один. И наш шарф двухсторонний. Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить лайк. Делитесь моим видео в соц. сетях с друзьями. Всем пока!